Сотрудники ЗАГСа заполнили в этом году гораздо меньше документов, чем в прошлом. Жители Сарова неохотно вступали в брак. Малышей за 11 месяцев родилось тоже меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот умирали и разводились в этом году больше. Как отметила Марина Егорова, очень много пар расторгли брак по обоюдному заявлению. Год, два года и люди приходят заявление подавать. Начинаешь их спрашивать, в чем причины. Недопонимание или нет согласия какого-то. У кого-то квартирный вопрос. 345 семей распалось в этом году. Но стены ЗАГСа помнят и счастливые случаи. Пришла пара подавать заявление на развод, но передумала. Были случаи, когда от нас, не подавая заявление, то есть они почти час в фойе посидят, и она поплачет, и он смотрю на эмоциях. Ушли, потом смотрю, ребенок родился. К перемене персональных данных саровчане также стали относиться более ответственно. Может быть, на это повлиял размер госпошлины, который сейчас составляет 1600 рублей. Фамилию, кстати, меняли чаще, чем имя. Теперь с этой пошлиной люди действительно более осознанно к данному вопросу поступают. Но в любом случае, по сравнению с периодом 2017 года, на этот же период времени, 39 было в 2017 году записей о перемене имени, 39 на сегодняшний год. Год еще не закончился, и есть шансы, что статистика будет положительной. Повысится рождаемость, пары станут чаще узаконивать свои отношения, а люди будут жить дольше. Елена Грецкова, Владимир Лисик, Служба новостей, СОРО, 24.